Во время хаоса из-за вторжения зергов сыновья Кархала сбежали с украденными дисками. Сбежав на пограничную колонию Антиго, Прайм, группа Арктуруса, планирует свою следующую атаку против конфедерации. Через 13 часов после эвакуации колонии Марсара, боевые корабли протасов вышли на орбиту вокруг нее и начали массированную бомбардировку планеты. Вся жизнь на поверхности была уничтожена. Вы и капитан Рейнер неплохо поработали, командор. Я верю, что наши усилия ослабили давление конфедерации на окаймляющие миры. Но наша работа еще не закончена. Лейтенант Керриган, второй человек в моем командовании, будет продолжать действие. Наши источники говорят, что антикский министр готов поднять мятеж против конфедерации. К несчастью, конфедерации уже об этом информированы. Они разместили там большие отделения войск Альфа-Сквадрон под командованием генерала Дюка. Ваше задание, командор, освободить колонию и показать наше хорошее отношение к народу антики. Лейтенант Керриган поможет вам договориться с офицерами Дюка. Ваша задача договориться с остальной частью конфедерации. Всем привет, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Дезертиру, и мы продолжаем наше похождение по легендарной StarCraft 1. Ну что ж, поехали. Нам выдали Джима Рейнора, пару морпехов, и мы выдвигаемся. Надеюсь, что это нам поможет. Что касается этой игры, у меня с ней очень хорошие воспоминания. Кстати, на самом деле, посмотрите, насколько качественно и красиво выглядела вода в первом Старкрафте. Ну не знаю, мне лично это очень в свое время нравилось и прям завораживало. Я мог смотреть на эту воду часами, но ладно, не будем делать этого сейчас. Капитан Рейнор, я закончила осмотр местности. Вы свинья! Что? Я тебе даже ничего не сказал. Да, но ты подумал. А, да, ты же телепат. Давай все мирно уладим. Ладно. Я бы даже сказал, что он единственная свинья здесь. Ну да ладно, не об этом суть. Пока что мы нападаем. Я ненавижу их. Они видят меня, даже если я замаскировал. Такие дела. Керриган обиделась. Вот, на самом деле, кстати говоря, я не знаю, как остальным, а мне лично нравится озвучка первого Старкрафта, потому что... Ну вот, слов Керриган вполне вот как-то понятно, хватает, почему мне нравится эта озвучка. Ну не знаю, она вообще прикольная, очень веселая в свое время. Я всегда радовался и усилился каждый раз, когда ее слушал. Поэтому у меня только положительные воспоминания по поводу первой озвучки. А вот... Также стоит учитывать, что, ребят, первое Старкрафт озвучивался неофициально. Официальный был сделан озвучкой, извините, левой студией, которая вообще не должна была, в принципе, озвучиваясь. Но, тем не менее, это сделала. Потому что озвучка была сделана пиратами. И сделана, на мой взгляд, довольно качественно, несмотря на все. Так. Морик нет, живи, морик нет. Так, нам нужно пробить хотя бы вот сюда. Так, хоп, отходим. Атакуем. Так, хорошо, ладно. Сейчас надо как-то вывести Джима вот сюда. И сделать вот так. Раздолбайство! Давайте, ребята! Давай, 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 давай! Джимми, ты выживешь, я верю. Все, можно заезжать внутрь. Быстрей! Мужики, быстрей! Все, все хорошо. Мы довели их до места назначения. Нам дали с вами пару из СВ-шек. На которые мы сможем вполне себе неплохо прожить какое-то время. Наша база атакована, но это как бы вот здесь вот особо разницы нету, поэтому париться мы не будем. Спасли довольно много народу, на самом деле. Засадили новый бункер. Так, здесь, кстати, бункер полный. Давайте засаживать оставшийся народ по стальным бункерам и пробовать подстраивать такие СВ-шек, потому что они нам очень-очень нужны. Так, что я буду делать вот с этими ребятами? Ну, во-первых, наверное, высажу все-таки отсюда. Посажу двоих вот этих куцаных. Так, у нас остался один, да? Он тоже куцаный малость. Хорошо, высадим отсюда еще одного. Все, теперь все шикарно. Так, СВ-шек, ты готов? Блин, надо их все-таки на отдельную зону, потому что периодически, играя часто очень во второй Старкрафт, ты привыкаешь к тому, что СВ-шки ходят самим к себе. Но, на самом деле, таковым это здесь не является в первом Старкрафте, как вы помните, они отдельно на минералы сразу не ходили. Они ходили чисто рядом с минералами постоять. Так, ты же у нас что будешь делать? Давай ты у нас построишь хранилище. Ну, так, на будущее. Потому что скоро оно нам пригодится. Я думаю, что было бы неплохо его построить. Сначала сделаем немножко рабочих. Здесь я нашел еще случайно одного марина. Газ мы пока добывать не будем. Так, здесь подстроим лабораторию. Потому что нам нужен будет воздух. Причем обычный транспортник. Но все те, кто играл во вторую часть, решат, что это медивак. Но нет, это обычный транспортник. Комендивака в первой части вроде бы не было. Вот, но в любом случае сейчас у нас есть только транспортник. Коим мы не обзаведемся. Вот он. Обычный замечательный транспортник, который перевозит, по-моему, 8 пехотинцев. Ну, или все остальное там по боли. Так, отнесем сюда газ. И давайте дальше добывать минеральчики. Так, что мне нужно? Во-первых, я, естественно, переставлю вот сюда вот так. И вот так. Стрелятники у нас будут здесь. Так. Пока подстроим парочку маринов. Мне нужен еще как минимум, наверное, один, а лучше даже два транспортника. И мы сейчас будем быстренько, 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 быстренько нагонять противника. Надеюсь, у меня это получится. Будем делать к нему передропы. Думаю, все будет нормально. А у нас спена не хватает. Печально. Что ты врешь? У тебя хватает газа без пен. Без пенового газика. Так. А, ну, в принципе, он здесь уже присел. Ладно. Сойдет. Так, иди добывай, дружи. Так, мариков можно отогнать сюда. Хотя стоп, 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 стоп. Нет, я вспомнил. Я, я, я чуть-чуть вспомнил. Так. Ну, кто-нибудь выделитесь. Кто-нибудь выделитесь. Так, у нас бункер. Нам нужен здесь бункер, короче говоря. Нам нужен здесь бункер. Тем временем мы продолжаем подстраивать маринов. И, наверное, сейчас подстроим хотя бы одного стрелятника. Потому что, ну, тоже нам понадобилось бы. Что нам нужно? Движки для стрелятников. Нам бы пригодились, конечно, чтобы они могли быстрее двигаться. Нам не хватает сотни газа. Хорошо. Так, мариков мы можем засунуть внутрь. Тебя поставить добывать газ. Подстроить еще, наверное, одного рабочего. Думаю, для начала нам хватит. Так, ресурсное депо. Хорошо. Поехали строить ресурсное депо. Бамс, построили минус 100 минералов. Печально, но в целом сойдет. Так. Парни, давайте, действительно, что это вы. Пристегнитесь. Так, один у нас медивак заполнен. Ну, то есть, это не медивак, но ладно. Вы суть поняли. Суть вы все равно поняли. Что ж ты такая неугомонная это. Давай еще депо построим. Так. Что у нас еще есть? Нужен еще один хотя бы, наверное. Работа выполнена, да? Давай еще один. Пока минералы есть, надо быстренько отстроить. Хотя бы. Хотя бы чуть-чуть. Загружаем потихонечку. Загружаем потихонечку. Так. Ну, здесь, в принципе, я думаю, 4 марины как-нибудь справятся. ИСИшка у нас еще одна пришла. Продолжаем добывать минералы. Газ у нас добывается прям хорошо. Что это? Где кого убили? Я не понял, где там кого убили, но окей. Так, один у нас будет чисто с нашими стервятниками. Насколько я помню, не действует так, чтобы они собирались внутри. Ну окей. Так, нам нужна, кстати, маскировка. Я чуть-чуть об этом забыл. Маскировка нужна для того, чтобы нашего вот этого бравого друга не спалили. Нужно было бы, конечно, воздухом пролететь, но... Я думаю, что и так пока нормально. Так. Что я хотел сделать? Что я хотел сделать? Мне нужно сейчас передропнуться на остров по противнику. Есть два способа это сделать. Это передропнуться вот в этот угол, либо... Ну, сейчас покажу, в общем. Как только мы разработаем стелс. У меня у нас там стелс, 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 стелс. Отлично, стелс у нас разрабатывается. Попутно. Давайте мы подстроим... Инженерку. Так. Здесь нам вроде всего хватает. Хотя я бы подстроил еще как минимум один или два барака. Так. Здесь все строится. Здесь улучшения сейчас произведем. Продолжаем подстраивать маринов. Но нам не хватает минералов. К сожалению. Так. У нас почти полностью загружены первые передропы. Передропчики. Наши. И мы сейчас будем уже потихонечку отправляться. Так. Вот он выполнил работу. Отлично. Пока мы в плюсе. Так. Кто там еще что выполнил? А. Он построил его. Отлично. Так. Нам нужна бронька. В идеале нам нужна бронька. Строится она правда дико долго. Ну что же ты делаешь? Что же ты делаешь? Так. И нам нужно получается еще один стрелятник. Чтобы их было четыре там. Минеральчики нам вполне активненько приносят. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. К сожалению это ближайшее место где можно поставить нашу базу. Но я думаю что нам и того хватит. Так. Все. Стрелятники у нас все шустрые. Только что было произведено улучшение. Для мариносов улучшение пока еще произведено будет не скоро. Насколько я помню мы здесь можем строить только завод и воздух. Да. И по-моему академию. Но это нужно для газовиков. Нам в принципе газовики здесь не особо нужны. Поэтому как-то так. Вот такие вот дела. Такие вот дела. Газ мы им сегодня не дадим. Так. Давайте марины как раз три штуки нам надо. В принципе мы можем подстроить даже вот так вот. Быстрее чуть-чуть выйдет. Если будем сразу двух строить. А потом когда уже наши ребята добудут достаточно минералов. Можем уже строить войска без перебоя. И отсылать соответственно. Куда. На базу. Так и последний. Давайте. Сейчас мы попробуем сделать передроб к ним. Не уверен насколько удачно. Но мы попробуем. Итак. Есть как я уже говорил несколько способов. Естественно мы должны заходить под стелсом. Первый способ заходить вот сюда. Делать передроб вот где-нибудь здесь. Но здесь есть опасный воздух. Второй способ. Это пролететь вот сюда. Делать передроб вот тут. Я наверное буду. Все таки делать передробчик вот здесь вот. Потому что здесь чуть-чуть поменьше. Юнитов. У нас там атаковали базу. Но я не особо парюсь. Потому что здесь есть. Керриган. Наша подруга боевая. Так. Ну пока мы в стелсе. Нам ничего не угрожает. Стелс режим прям такой хороший. Что все за шибись. И что нам приходится тратить больше снарядов на все и вся. Ну окей. Парни пристегнулись. Так. Нам нужны чистые педиваки. Которые не педиваки. Пристегните спарки. Усовершенненько разрешено. Вот. Пошло поехало. Увозим медиваки. Поехали. 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 Решать их постоянно рабочих. Как только соберем достаточное количество армии. На этом острове. Скажем так. Ну выдвинемся уже на них полномасштабно. А пока что просто будем подстраивать маринов. Подстраивать. Наших стервятников и уже как-то это все развивать. Какой бравый марин здесь у нас стоял. Пока атакуем их не крисомки. Так. У нас есть небольшая проблема с воздухом. Чуть-чуть его подбили. Я думаю что сильно ничего страшного не будет. Так. Еще двоих в этот медивак. Хорошо. Так. Я вот еще кстати не помню. Дайте-ка гляну. Просто ради интереса. Потому что я не помню. По-моему здесь нельзя ставить. Здесь к сожалению нигде не хватает места. Да. Как видите. Мы возвращаем обратно. Так. Здесь нет как раз одного истребятника. Так. Так. Мне не хватает одного марина, да? Отлично. Мне не хватало как раз одного марина. Давайте сделаем переброс. Произвели опять-таки выброс войск. Отлично. Чуть-чуть отводим их назад. Почему не напасть сразу? Ну потому что как бы народу там довольно много. И сразу мы в любом случае не потянем. Полное нападение. Так. Встревятники у нас здесь. Окей. Я думаю чисто встревятники и марины должны зарешать. Насколько я помню. Так. Отлично. Можно еще один передробчик сделать. Все. Больше депо у нас нету. Постойте больше ресурсов. Вы не знаете, я говорю. Вот не измеряю. Так. Ну. От тебя мы сюда загрузим. И давайте собственно на этом и наверное покончим. По идее этой армии мне должно хватить. Хотя. На 100% я конечно не уверен. Вот. На нас как раз напали сверху. Но бункер довольно хорошо защищен. Поэтому нам без разницы. Так. Увеличивать дальность. Блин. Надо было это давно развить на самом деле. Что-то как-то я забыл. про это дело. Ладно. Бринес отлично справляются с уничтожением любой угрозы. Поэтому все в этом плане хорошо. Так. Давайте сделаем все-таки высадку. Высаживать будешь? Будешь. Отлично. Возвращайся назад. И по-моему в тебе уже тоже ничего нет. Да? Да. С нее как раз можно и высадить оставшихся. Все? Все. Сейчас точно хватит. Потому что больше чем сейчас особого смысла нет. То есть. Это будет так довольно много. Так. Ладно. Теперь что мы делаем? Всеми войсками мы просто спокойно нападаем. Стараемся как можно быстрее выдвигаться. Умирают как наши марины, так и не наши марины. Вообще в принципе здесь все умирают. Здесь все страшно. Все печально. Тихонечко начинаем выдвигаться каждыми войсками. Здесь есть минки. Их надо находить. В идеале. Чем мы собственно почти и занимаемся. Так. За время. Пока у нас здесь все хорошо. Нужно быстренько перебросить сюда войска. Точнее не войска, а всю нашу базу. Дабы делать здесь подстройку дополнительных войск. При необходимости. Почему вы стоите и ничего не делаете? А ну вперед. Давайте и вы тоже вперед. Так, пока все хорошо. Ну по идее нам этих войск в принципе хватит для полного уничтожения базы врага. И нам в принципе даже не потребуется перебрасывать дополнительные войска. Так, засаживаем всех в одну машину. В принципе там ладно, один морпех остался. Морпех нам не особо пригодится. Да, как я и сказал, в принципе этого хватит. Делать здесь какие-нибудь супер наглые вылазки не очень круто. Поэтому я этого делать наверное не буду. Как я и сказал, нам хватит того, что мы имеем. Ну как-то так это вся миссия и проходится. Как я и сказал, в принципе ничего сложного. Прилетела к нам вот такая вот летающая гадость. Надо было ее убить. Мы ее убили. Осталось пару суплаек и в принципе миссия пройдена. Какой шустрый и наглый, а? Все. Миссия пройдена. В принципе при желании я мог бы даже добавить еще что-то свое. Но, как вы видите, мне ничего не пригодилось. Всего хватило того, что было. Так что вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. С вами был Катидор Дезертир. Удачи! Катидор Дезертир. Продолжение следует...